В Закарпатии заморили голодом ребенка. Мальчику было два года. Что случилось и почему никто не заметил ничего подозрительного, выясняла Марина Ковалин. Трагедия произошла на окраине Дротинцев в этом доме. На вид обычный сельский опрятный, но внутрь съемочную группу подробностей не пускают. Отец умершего двухлетнего малыша от камеры убегает, а смерти сына говорить не хочет. Кто в войне у тебя? Знаете, если у меня две недели не было дома, значит я не виноват, я так думаю. А женька? А женька? Село Букове, улица Миру, где она... Ну вы не видели, что она... Не видел. Соседи семьи, где умер ребенок, говорят, после смерти сына его мать в селе не видели, она даже на похоронах не была. Женщина злоупотребляла алкоголем и не ухаживала за детьми. А отца часто не было дома, ездил на заработки. Старшая пятилетняя дочь здорова и сама могла попросить кушать у соседей. У двухлетнего Максима была инвалидность. Он не ходил и все время лежал в кровати. Рано пришла, вечером пришла. Я самих лишала дитин. Ну что ее было сделать? Что? Если она пьячила. Ну пила. Пила. Что у та дитина ела? Когда она даже на бочок сама не перевернула. Ей все... Инвалид дитинка. Не ходила, не говорила ничего. Только лежала. У нас в воде, цукру, бутоглюкоза. Соседка понес сыра, сметану, молока. Мама не дала. Соседка уверяет, лично ходила в сельсовет и жаловалась, что мать не смотрит за детьми. Сельский голова отреагировал, распорядился, чтобы в семью наведались медики. Я не могу сказать за семью, что она была вот такая, дуже погана. Батько периодично выезжает на заработки. Сказать так, что у нее не было костей нагодовать дитину, то не можно так сказать. Медсестра сельской амбулатории, говорит, три недели назад осматривала Максима. Состояние мальчика было удовлетворительным. Подозрений, что он умирает, не возникло. Я бы не сказала, что он настолько был критичным, выглядывал, потому что он и родился, и с диагнозом не доношен, но и дитина. У нас еще показала, там картошка так стояла, у куличковый хлеб на столе стоял. Кажет, готов. Сказали у нее вообще до дитины никаких не было. В заключении судмедэксперта указана причина смерти двухлетнего Максима – истощение в результате недостаточного питания. Ребенка попросту заморили голодом. В службе по вопросам детей уверяют, о ситуации в семье не знали. Мы попытались найти мать погибшего ребенка. Приехали в село Буковое. Но по адресу, который назвал ее муж, никто не проживает. И где женщина сейчас, соседи не знают. Сказали, что была, а где она? Никому. То она моя племянница. Я умерла моя. Нехорошая. Это ее дом. Она тут выросла, родилась. В прокуратуре смерть ребенка квалифицировали как преднамеренное убийство. Идет расследование. Сейчас решают вопрос о вручении подозрений матери умершего мальчика. После чего ее должны задержать. Марина Кова, Юрий Ковылев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.